Всем здравствуйте! Хочу показать вам некоторые свои семена. Конечно же не все, потому что будет очень длинное видео, которые уже в скором времени я начну уже проращивать. И начну наверное с вот этой вот баночки от детского пюре. Ей уже столько же, сколько моему сыну, потому что он это пюре ел. И в этой баночке у меня здесь хранятся семена. Я не знаю, да видно, шелковица ЧБ. То есть шелковица белая, вот это белая шелковица, а вот это черная. Я шелковицу очень люблю, поэтому семена регулярно собираю. Для меня лично, для моего пользования немного, но мне этого как бы хватает. То есть в скором времени посадка шелковицы из семян будет на моем видео. Следите за каналом. Кто не подписан, подписывайтесь. Кому это интересная тема, будем снимать. Так, прячу обратно. Вот это очень важная баночка. Я наверное достану вот это все. Вот здесь у меня семена. Это арбуз. Арбуз, который выращивали в прошлом сезоне мои родители. Очень понравился, вкусный. Попробую сам вырастить. Дальше. В этой баночке у меня хранятся помидоры. Так. Это большие, желтые. Не знаю какой сорт. Это мне дала теща. Помидор я вырастил из семян. Первый урожай. Мне понравился. И уже наверное 2-3 года я выращиваю такие помидоры. Дальше. Медовая капля. Один из моих любимых сортов помидоров. Желтый, небольшой, но очень вкусный. Медовая капля. Далее. Помидоры маленькие, красные. Очень мне нравятся. Небольшие, но очень урожайный вкус получается. Выращиваю тоже не первый год. Так. Помидоры Яна. Я купил однажды эти помидоры. Это поздний сорт. Они уже созревают так. Уже позже всех. Очень вкусные. И у меня здесь хранятся, кстати, не семена, а полностью засушенный помидор. Потому что я как-то просмотрел это дело и помидор, который я собирался из него доставать, семена, засох. И я его как бы так в сухом виде, в такой мумии и храню. Ничего страшного. Дальше. Вот здесь у меня хранится физалис. Физалис, который дебютировал у меня на огороде в прошлом сезоне. Мне очень понравился физалис. К сожалению, в сыром виде не очень, но очень понравился из него делать варенье. Все, кто пробовал, очень хвалили. И вот здесь у меня есть собранные семена. Кстати, собрала их на улице. Упал плод физалиса. Быстренько как-то так сгнил, высох. И остались одни семена. Поэтому я их сберег. Еще в этом году собираюсь стратифицировать семена яблок. Сегодня январь, уже конец. Но я еще не начинаю это дело. Потому что два прошлых года показали, что рано делать стратификацию в домашних условиях нельзя. Нужно, я имею в виду, хранить в холодильнике. Потому что они прорастают. В этом году буду экспериментировать опять по-новому. И еще будет один эксперимент. Это дыня. Семена дыни. Правда, я сделал вывод, что в нашем регионе, ну по крайней мере за два года, что я выращивал дыню, у меня получился результат хороший. Непосредственно с сортом амал. А вот здесь дыня, которую я купил на рынке, она такая интересная. Откуда она приехала, я, к сожалению, не спросил. Но семена приготовил. Не знаю, что у меня получится, но попробую. Вот такие семена. Одним словом. Одним словом. Кому тема интересна, следите. Скоро будут уже видео. Я думаю, некоторые уже появятся в феврале месяце. А в будущем уже, наверное, в начале марта будут еще и другие видео с выращиванием рассады. Одним словом. Одним словом. Средите за каналом. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok